В этом году в российской столице 9 мая погода не порадовала москвичей. Небо закинули облака, температура воздуха опустилась ниже нуля. Из-за непогоды даже отменили авиационную часть парада. Однако жители столицы смогли ощутить связь со своими предками, ведь в День Победы ровно 72 года назад было также пасмурно и сыро. В торжественном марше по Красной площади прошли 10 тысяч военнослужащих и более 100 единиц военной техники. Среди звезд парада – гаубицы МСТС и коалиция, комплексы «Искандер» и ракетные системы С-400, тополи и ярсы, засекреченные бронетранспортер «Бумеранг». Самым зрелищным, однако, стало традиционное шествие в «Бессмертном полку». Акция существует в России с 2011 года. С каждым разом ее география расширяет свои границы и бьет рекорды по численности. Так, в этом году по всей России почтили память ушедших на войне людей почти 8 миллионов человек. Только в Москве, несмотря на пасмурную погоду и дождь, в рядах памятной колонны прошло 850 тысяч человек, что на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. В колонне «Бессмертного полка» вместе со всеми прошел президент России Владимир Путин. Он держал в руках фотографию своего отца. Молодежный клуб «Стмэгит-джуниор» также принял участие во всероссийской акции. Возглавил шествие горско-еврейской молодежи президент «Стмэгит-джуниор» Эмиль Захаряев. Мы считаем, что это очень важно, чтобы молодежь тоже помнила наших предков, наших прадедушек за то чудо и за ту отвагу, которую они совершили. Сделали так, чтобы мы спокойно жили на этой земле. Спасибо им большое за все, что они сделали. И эту традицию мы, конечно же, будем всегда продолжать. И с каждым годом, надеюсь, у нас будет все больше еврейской молодежи. Хочу всех поздравить с этим замечательным, величайшим праздником, Днем Победы, 9 мая. Всех поздравляю. Дай Бог, чтобы мы всегда были во всем победителями, всегда везде всех побеждали. Эмиль Захаряев в бессмертном полку почтил память своего легендарного прадеда Хагая Захаряева. Хагая Нисанович был бойцом 227-й стрелковой дивизии, прошел военный путь от Моздока до Берлина. Вместе с боевыми товарищами отметил праздник Победы у Бранденбургских ворот. Хагая Нисанович был свидетелем, как советские войска водрузили знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Немножко хочу рассказать о своем прадедушке, Захаряев Хагая Нисанович. Он тоже участвовал в этой Великой войне, привнес большой вклад. Спасибо ему тоже большое. Активисты молодежного клуба «Стмеги» знают о подвигах своих предков. Они гордятся ими и благодарны всем сердцем за мирное небо. Поздравляю всех с великим праздником, с 9 мая. Моего прадеда зовут Израилов Евгений Абрамович. Он награжден орденом Отечественной войны в первой степени за заслуги перед Отечеством, как и многие другие ветераны нашей необъятной Родины. Я очень горжусь им и рад, что в нашей семье есть ветеран, которому можно гордиться и участник войны. Это мой прадед Ханукаев Теодор Гаврилович, 1999 года рождения. Он был признан на фронт в 1941 году. У него шестеро детей, причем шестая младшая дочка родилась после того, как он был признан на фронт. В 1943 году он считался без вести пропавшим. Потом, по сведениям историческим, удалось восстановить дату смерти. Это 1944 год, начало января. Поздравляю всех с этим светлым праздником. Желаю светлого мирного неба над головой, чтобы никогда война не повторялась. И мы жили в мире и согласии. Это мой прадед. Он ушел добровольцем на фронт в 1942 году. Так получилось, что когда он ехал в Москву, его шелон разбомбили. И он сел в армейский шелон и тут же уехал на фронт. Он попал под Смоленск, где героически пал смертью храбрых. Это мой дед. Он ветеран Великой Отечественной войны, полковник. После смерти своего отца, моего прадеда, он пошел на фронт весной 1945 года. Попав на фронт, он получил весточку о победе и остался служить в армии. Он имеет множество орденов. Он отдал армии 50 лет своей жизни. Я считаю огромной ответственностью отдать долг этим людям, потому что поступки этих людей – это настоящее мужество, настоящий героизм, который мы должны помнить. Память о народе победителя должна жить всегда. Ведь эта победа была добыта многонациональным народом. «Бессмертный полк» – это акция, которая дает возможность семьям сохранить память о солдатах Великой Отечественной войны. На фотографии мой двоюродный дедушка Юна Авиемту Давидович, 1920 года рождения. В 1941 году он был призван на фронт. Воевал он на Украине, город Полтава, село Нижний Кинжар. И, к сожалению, больше информации о нем неизвестно. С праздником, с победой! С портретами своих героев в руках горско-еврейская молодежь прошла от Белорусского вокзала до Васильевского спуска. Все дружным строем прошли этот участок пути. Я всех поздравляю, я всем желаю только добра, победы, всего самого хорошего в их семьях. Ведь это самый величайший праздник. И не надо забывать, что это очень серьезный и большой праздник для еврейского народа. Поэтому я всех поздравляю. Поздравляю весь мир, всю нашу страну. Дай Бог счастья, что все только улыбались и никто не думал о плохом. Я вас всех поздравляю. Меня сюда привело большое чувство долга нашего поколения перед старшим поколением, которое действительно добивалось этой победы, которое своими подвигами дали нам возможность жить. Благодаря им сейчас мы можем разговаривать с вами, благодаря им мы можем сейчас идти по центру Москвы, ничего не боясь, ни за что не переживая. Я лично, как внук фронтовика, как инвалида войны, могу сказать, что я безумно благодарен своему деду за его личный подвиг. Он дошел до Варшавы, после этого воевал с бендеровцами в лесах до 1946 года. Мой дедушка еще жив, дай Бог здоровья ему, он еще здравствует, с прекрасной памятью. Вот сегодня звонил ему, поздравлял. Поздравляю всех с 9 мая. У меня очень много родственников воевало в Великой Отечественной войне, многие погибли. Вечная им память. Давайте помнить, гордиться. Будем помнить также, что и наши евреи тоже приложили, так сказать, руку к победе. И незаметно, что мы прошли 9 километров, очень легко прошли в такой антуражной обстановке. Повсюду люди кричали «Ура!», играли песни военных лет. Чувствовалось какое-то причастие к этому всему, было очень так, на духовном подъеме. Подвиги наших предков дают молодому поколению стимул стать лучше, сильнее, мужественнее. Празднование 72-й годовщины Дня Великой Победы традиционно завершилось яркими салютами. Они прогремели по всей Москве в честь воинов, которые отдали свои жизни в той кровавой войне ради светлого будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова